Всех приветствую! Я снова продолжаю освещать кампанию 1943-1945 года за союзников в игре Gary Grigsby's War of the West. И уже 20-й ход, ноябрь 13-го 1943 года. И что произошло? Почему ход уже 20-й? Почему идут дожди? И почему было пропущено 4 хода? Да, наверное 4. Я сейчас их точно не посчитаю. Все дело в том, что в определенный момент я понял, что так как наземных боев не ведется, воздушная война тоже в принципе была довольно однообразна. Я решил, что на время стоит пропустить часть ходов. И, собственно говоря, это и было благополучно проделано. На 19-й ход произошла высадка, и я хотел ее осветить, то есть то, что произошло ход назад, собственно, сама высадка и произошла. Но мой тиммейт, который играл и который управлял Италией, просто не скинул мне финальный сейв. И я подумал, что лучше, чем освещать это событие частично и объяснять, что произошло. Я уже рассмотрю произошедшее за эти два хода уже непосредственно на 20-м ходу, то есть спустя два хода. Ну, то есть в этой части мы рассмотрим, в принципе, как проходила высадка, какие войска у нас здесь были, и что произошло уже на второй день после высадки, когда плацдарм был сформирован. Итак, как я уже упомянул, у нас 20-е, 13-е ноября 1943 года, 20-й ход. У нас случилась высадка, то есть шесть штабов, все шесть штабов были для этого задействованы, и мы высадили наши войска. В их составе у нас имеются как американские части, второй корпус, шестой американский корпус, седьмой армии, так и части восьмой британской армии. Это пятый британский корпус, это... Так. Это десятый британский корпус и тринадцатый британский корпус. Что, собственно, произошло на первый ход? Высадка прошла довольно гладко, за исключением одного участка, это была Пламбина, Пиамбина, точнее. Ну, я не знаю, честно говоря, как правильно считать это, но ладно. Здесь американская, если не ошибаюсь, 45-я пехотная дивизия встретила очень сильное сопротивление от некой моторизованной немецкой части и не смогла захватить участок. За исключением этого, все остальные пять участков были успешно сформированы. Вот. И в этот же ход немцы стянули свои резервы, вот примерно в такую вот линию. Она, в общем-то, на второй ход, как вы можете видеть, совершенно не изменилась, за исключением некоторых моментов. Но вот по такой линии была сформирована оборона немецкая. В основном, конечно же, на самых опасных участках были стянуты танковые дивизии. Вот, например, как танковая дивизия Германа Геринга. Элитная часть, которая на второй ход, на секущий ход, примет на себя очень серьезный удар, но сможет его выставить. Некоторые механизированные части, как, например, вот это вот, это вот и вот это вот, которая была частично разбита. Вот. На юге, как вы можете видеть, у нас тоже сформирована некая линия обороны. Но противник здесь, точнее, скорее, не противник, потому что он сформировал линию фронта, и мы продвигались. И, скорее, мы не захотели продвигаться вперед, чтобы занять данный участок. То есть, ну, я решил, что... Точнее, не я, я позже объясню, что произошло. Я на время взял командование этим участком. В общем-то, я решил, что организовывать здесь линию фронта не имеет смысла, потому что мы здесь прорываться не будем. Вот. Такие дела. На второй ход противник предпринял... Точнее, это произошло на первый ход. Но здесь противник предпринял такой вот неприятный контрудар на нашу 56-ю британскую пехотную дивизию. Командование здесь стянуло всякое-всякое-всякое. Артиллерию, инженеров. Вы, собственно, видите. Но удар был очень сильный. У противника было 764 орудия, 212 танков и 49 тысяч человек. В этом бою мы потеряли 2300 человек, 33 орудия и 3 танка. Потери противника довольно низки. Однако же, честно говоря, я не понимаю, зачем противник решил предпринять такой удар. Потому что очевидно, что... Ничего в долгосрочной перспективе данный удар не унесет. То есть, если посмотреть на 56-ю пехотную дивизию, мы можем увидеть, что она получила 800 тонн пополнения. То есть, я думаю, что за несколько ходов она сможет получить прежние составы штатного расписания. Вот, поэтому, ну, скажем так, не совсем понятно мне, понятны мне действия немцев в этом контрударе. Конечно же, он был... Это была тактическая победа, да, то есть мы отступили. Но, в общем, я не совсем понимаю, зачем он это сделал. Он, очевидно, понимает, что стащить нас обратно не получится. То есть, это был какой-то локальный контрудар, цель которого я не совсем понимаю. Вот, это произошло на первом ходу. Мы стянули войска. Фронт выглядел, конечно же, иначе, потому что это уже второй ход. Вот, и мне стоит начать второй ход с описания не наземных войск, а с моря, с авиацией моря. В общем-то, что произошло? В попытках, ну, опять же, сейчас не совсем видно, но если мы уберем все, кроме морских патрулей, мы увидим, что противник... В общем-то... По какой-то непонятной мне причине вражеские патрули здесь не отображаются, хотя они были и на первом, и на втором ходу после высадки. В общем, что произошло? Силами двух авиаштабов по морскому патрулированию Суммарно здесь летало... Было у нас 894 и 913 вылетов на севере и на юге. Силами Раф, Coastal Commands и Coastal Reforce Мы наладили превосходство на море И, честно говоря, получилось это все довольно не очень хорошо. Проблема в том, что у противника тоже есть патрульные самолеты и, несмотря на... Несмотря на то, что у нас здесь есть превосходство, противнику все равно удавалось пробраться в наши воды. Если быть точнее, то он, немец, пытался вот такими вот ударами отрезать конвои. То есть он не пытался конкретно работать в этом регионе, он пытался по краям. То есть вот здесь и вот здесь в такие клешни загнать в морское превосходство, чтобы, в принципе, в центре было наше превосходство. Но снаружи, откуда идут конвои, это превосходство было наладить невозможно. Вот. Сейчас все более-менее. Я надеюсь, что мои улучшенные доктрины помогут нам разобраться с противником в этой области. Потому что, ну, обеспечить свободное хождение конвоев, избежать больших потерь кораблей. Это, в принципе, главная цель морского превосходства. В чем проблема? У нас имеется ограниченное количество транспортных кораблей. Сейчас у нас 2100, ой, 2010, и транспортных кораблей 240. И видим, что, например, за этот ход мы потеряли, ну, тут уже было, просто произошел баг, из-за которого слетела информация. Мы потеряли 66 грузовых кораблей. То есть, конечно же, новые грузовые корабли строятся, но терять их все равно неприятно. Вот. В принципе, ситуация пока что стабильная. Пока что с этим проблем нет. Что еще? За прошедший ход были нанесены три удара по аэродромам, которые исполнялись тремя разными авиадирективами. Это удар по аэродрому Рейти, удар по аэродрому Марсиглиана и по аэродрому Транквиния. Собственно, потери примерно такие, то есть противник теряет 13 самолетов здесь, здесь у нас 11, и здесь у нас 0. ничего не теряет противник. Не сказать, что эти рейды были особо успешными, то есть я ожидал я ожидал несколько лучших результатов, но что есть, то есть. Так. касательно авиации в принципе все. Единственный недочет такой, я бы сказал, довольно серьезный, это то, что я думаю, что мне стоило часть сил выделить для поддержки войск, потому что как вы потом поймете, бои выдались довольно тяжелыми. что касаемо севера, здесь у нас проходят вот такие рейды, то есть я решил сконцентрироваться на бомбардировках Рура и еще на востоке, в Бельгии и Франции я решил отбомбиться по промышленности, чтобы получить немножечко очков. Однако же RAF Bomber Commands понес довольно большие потери, в гости два самолета, вот, как-то так. Вот. В воздухе в принципе все, то есть больше здесь ничего особого интересного не произошло, хотя так. Да, в принципе все. Переходим, собственно говоря, к наземным передвижениям. Что здесь произошло? Было два главных вектора наступления. Первый на британском участке. Вот он такой был. И американцы попытались ударить сюда. Что из-за того вышло? Ну, давайте посмотрим. На британском участке все довольно хорошо. То есть 5-й британский корпус составит 1-й, 4-й пехотной дивизии, 2-й канадский корпус составит 5-й пехотной, 5-й танковой дивизии и 13-й корпус составит 78-й пехотной дивизии, ну, еще 10-й корпус составит 1-го полка 50-й пехотной дивизии и 3-го полка 50-й пехотной дивизии нанесли удар по немецкой и я это не прочитаю, но, в общем, по немецкой панцир-гренадерской дивизии соотношение было явно не в пользу немцев, однако же, учитывая укрепление, учитывая погоду, у них был довольно неплохой, довольно неплохие шансы победить и нам повезло. Я выбил соотношение 2 и 1 к 1, то есть, если бы еще немножечко вниз пошло, то все бы закончилось довольно печально. Однако же, противник отступил, потерял 31 орудие, 25 танков, 974 человека. Насчет танков, что же он здесь потерял? Это были прежде всего штюги и мардеры, то есть, истребители танков, ну, точнее, штюг это штурмовое орудие, насколько я помню. Это не истребитель танков. Вот, 13 штюгов, 12 мардеров, то есть, ничего серьезного. Мы же потеряли, мы тоже немного потеряли танков, но здесь были основные потери по части живой силы, то есть, мы потеряли 48 пехотных отделений, вот, это довольно печально. После этого, после этого я попытался нанести еще несколько ударов по панцир-гренадерской дивизии, однако же, 16-я панцир-гренадерская дивизия пришла на поддержку и, ну, как вы видите, это вылилось в очень-очень печальное действие. Мы потеряли 76 танков, 16 орудий и 1687 человек. Но противник тоже терял понемножечку сил и вот, вторая атака, уже 29 танков потеряно, и 794 человека, и 8. в принципе, это довольно печальные результаты. Я надеялся этими атаками скинуть эту дивизию, нанести серьезный ущерб, но не получилось. По результату у нас больше всего пострадала канадская 5-я танковая дивизия. Видим, что у нее 43% боеготового штата и 60% всего. Вот, британцы справились примерно так. Три у нас было атаки. Уязвимые участки это вот эти вот участки, которые я оставил. Я полагаю, что противник просто не будет атаковать в этом направлении. Поэтому я оставил данные участки в принципе вообще в резерве. Вот. Что касаемо остального. прибываю здесь еще подкрепление. Ну, если кто не заметил, уже на следующем ходу я думаю, что мы сможем выгрузить все, что у нас есть. Вот. Что у нас осталось? У нас осталась нетронутой 4-я канадская танковая дивизия. Я думаю, что на следующем ходу ее можно будет реализовать. Ну, в общем, посмотрим, что насчет этого получится. Касательно американцев. Касательно американцев. Что же здесь произошло? Здесь я попытался довольно скромными по меркам союзников силами нанести удар по танковой дивизии Германа Геринга. 12-я панцогринадерская дивизия СС пришла на поддержку. Ну и в общем-то получилось примерно так. То есть мы потеряли много добились в принципе не так уж и много. Вторая атака прошла немножечко лучше, но тоже ничего серьезного. Было ли это оправдано? Я думаю, что да, потому что нужно атаковать сейчас, потому что когда противник сможет нарастить форт, когда у противника появятся форты хорошие, прорыв обороны станет не просто трудной задачей, а в принципе я бы даже сказал невозможной до лета. Вот, поэтому это жертву, на которую приходится идти. Учитывая, что у нас есть чем пополнять наши части, я думаю, что эта вещь стоит того. как-то так это что касаемо земли. Вот. Осталось у нас еще в Африке некоторая часть частей, некоторая часть полезных юнитов, вроде 1-й пехотной дивизии, 7-й британской танковой дивизии. что стоит отметить, это то, что у нас потери очень большие, причем не от вражеских войск, а из-за того, что вражеские подводные лодки перехватывают транспорты. И этот момент, который я забыл учесть, я подумал, что того интердикшена, который есть уже, который генерируется портами в районе Африки, хватит его, но на самом деле его не хватило, и скорее всего на следующем ходу я часть сил выделю для того, чтобы обезопасить конвои, которые будут проходить по северному побережью Алжира, Туниса и прочего всего подобного. Вот. Если посмотреть, кто у нас прибыл, инженеры, ну и все, больше у нас никто не прибыл. так, ну вот в общем-то и все. Если говорить о дальнейших действиях, понятное дело, что здесь нужно прорываться вот по этому направлению, потому что здесь леса, здесь прорываться неудобно, по этому направлению тоже можно прорываться, здесь у нас в принципе два очень уязвимых гекса, немцам придется растягивать свою оборону, снимать резервы и так далее и тому подобное, однако же уязвимых мест, я думаю, ну, насчет уязвимых мест, в принципе, это место может быть вполне себе уязвимым, но я не думаю, что немец будет переходить в дальнейшем контратаку, это не совсем себя оправдывает и я думаю, что мы будем медленно, но уверенно продвигаться вперед. Вот в общем-то и все, я не скажу, что я успел все осветить, то есть я возможно смог бы еще о чем-то рассказать, но я некоторые вещи упустил, возможно в следующем ролике я более подробно поговорю про авиацию, потому что там есть о чем поговорить, но пока что я, честно говоря, не имею желания об этом говорить, потому что это довольно сложная тема, на которую нужно очень много времени. Я сфокусировался на самом интересном. Вот, если у вас есть какие-то вопросы, можете об этом написать в комментариях. А на этом я заканчиваю. Всем спасибо и пока!